Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Отделался легким испугом. Это 100, наверное. Мужчина, Владимир Барахнулся. Рядом с ним второй. Двое солнечногорцев проверили прочность льда на семи же. С обновками районное здравоохранение обзавелось новым автомобилем. Нам их очень не хватает. И аппаратом-мамографом. Расследники молочных желез. Снимаются не только женщины, но и мужчины. Подвели итоги, обозначили проблемы. Причина деятельности семи преступных групп, действующих на территории Солнечногорского района. У нас ежедневно возникают вопросы о вертикализации больных. Антинаркотическая комиссия о результатах борьбы с наркомафией в 2013 году. Теперь об этом и другом в течение ближайших 30 минут. С наступлением зимы у солнечногорских спасателей прибавилась работа. 1 декабря в поисково-спасательный отряд номер 29 позвонили сотрудники скорой помощи и сообщили, на озере Сениш под лед провалились два человека. Житель города Солнечногорска вышел на тонкий лед, пытаясь поймать свою убежавшую собаку. Лед не выдержал тяжести и треснул. Мужчина провалился в воду. Лед толщиной в один сантиметр не позволял ему самостоятельно выбраться из воды. На помощь бросился его товарищ. Его постигла та же участь. По прибытию на место уже много народу там было. Так, как скажем, зевак. Ну и вдали приблизительно метров 100, наверное, от берега. Мужчина в воде барахтался рядом. С ним второй, но он на льду был еще. Еще не утонул. Алексей Николаев работает в спасательном отряде номер 29 пять лет. За это время ему пришлось впервые спасать людей, провалившихся под лед. Когда тренируешься или что-то, там занятия проводишь какие-то, там обучаешься, как-то все просто, все хорошо. А когда реальная ситуация происходит, самое главное, конечно, не теряться. Мысли не было ни о чем, не знаю. Взял лесенку, спасательный круг, скинул курточку. Круг привязал, ребята привязали мне бухту альпинистской веревки, один конец на берегу. Ну все, курточку скинул и попался по льду. Провалившихся под лед мужчин спасли. Медики осмотрели их и, не обнаружив угроз здоровью, отпустили домой. Пускай хоть маленько там, не знаю, задумывается, что те люди, которые их будут спасать, у них также дети. Мама, папа, семьи. То есть они могут спасти их, но тем не менее, сами могут погибнуть. Провалившихся под лед мужчин спасли. Медики осмотрели их и, не обнаружив угроз здоровью, отпустили домой. А спасатели призывают жителей. Перед тем, как пройтись по льду, думайте не только о своей безопасности, но и о других людях. По данным поисково-спасательного отряда номер 29, на сегодняшний день толщина льда на озере Сенеж составляет около 7 сантиметров. Спасатели предупреждают. Пересекать черту берега и заходить на лед крайне опасно. В Солнечногории официально зарегистрировано 300 больных, страдающих от наркозависимости. Несколько лет назад, чтобы узнать реальные масштабы наркотизации населения, количество официальных наркоманов специалисты умножали на 10. В настоящее время, возможно, используются уже другие эмпирические коэффициенты. Итоги борьбы с наркомафией в 2013 году подводили сегодня в районной администрации на заседании антинаркотической комиссии. По данным районного ОМВД России, в течение 2013 года в Солнечногории было выявлено более 200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для борьбы с наркотрафиком и наркотической зависимостью определены две задачи. Первое – это не допустить поступления наркотиков до населения, включая до района. И второе – это меры по сокращению спроса, это как раз противоприка и наркологическая медицинская помощь. По данным службы контроля за незаконным оборотом наркотиков, на территории Солнечногорского района в этом году было изъято более 20 килограммов наркотических средств. Из которых большая часть составляет наградительность средства героин и метадон. То есть это порядка 2 килограммов метадона и 23 килограммов героина. Причина деятельности семи преступных групп, действующих на территории Солнечногорского района. Также велась работа по причине деятельности сбытчиков дизайнерских наркотиков, которые, к сожалению, являлись легальными, но сбытие происходило, и это доставляло беспокойство гражданам. Несмотря на пресечение деятельности палаток с курительными смесями, известных как бинго-бун, они открывались вновь и в других местах. А лечиться от наркозависимости стало негде. Три года, как закрыта Ченогрязская психиатрическая больница, у нас ежедневно возникают вопросы депресситализации больных. И в последнее время все это отручивается. Нам стало отказывать Москва, потому что Москва и область тоже какие-то странные отношения имеют. Никак не могут договориться. Та же 17-я больница московская. По мнению Дмитрия Киселева, выход из сложившейся ситуации один – создание реабилитационных центров. Что же касается профилактики, то в этом значительную роль хотят отвести общественные организации «Молодая гвардия». Она планирует создание ячейк в каждом поселении Солнечногорья. К сожалению, могу сказать, что на данный момент создано буквально всего у нас две ячейки, которые действительно созданы и активно работают. Это Луневское поселение и это Поваровское поселение. Ребята учили как политической жизни, да, то есть, соответственно, отстаивать свои права, понимать, что же они, скажем так, значат и какие у них есть обязанности. И также у нас обязательно проводится серия тренингов по профилактике наркомании. Итоговое решение комиссии следующее – администрациям поселений проводить мониторинг наркоситуации в Солнечногорском районе и взаимодействовать с заинтересованными органами, а также содействовать организациям, работающим в сфере профилактики наркозависимости. Ольга Ратникова, Владимир Коселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Солнечногорская центральная районная больница получила новую технику. Ее значимость и преимущества выясняли наши корреспонденты. Этот новый автомобиль скорой медицинской помощи совсем скоро выйдет на дежурство. По данным руководства Солнечногорской ЦРБ, в медучреждении имеется 15 подобных машин. У 11 из них износ составляет более 80%. Срок эксплуатации санитарного автотранспорта составляет 5 лет. С 2009 года в Солнечногорской ЦРБ заменено 4 автомобиля. Новая машина имеет большую значимость для районной больницы и жителей, говорят медики. Этот автомобиль мы отправляем на подстанцию Валабышево, где у нас имеется 4 автомобиля. Из них 3 износ больше 100%. Население обслуживает там больше 41 тысячи. Это только тех, кто приписывал. А по факту там и обслуживают около 70 тысяч. К сожалению, там проживают люди не зарегистрированы. Ощущение замечательное, что новая машина, нам их очень не хватает, потому что вы уже слышали, у нас 80% износа у оставшихся машин. Финансовую помощь для покупки нового автомобиля оказались спонсоры. Машины скорой помощи не единственное новшество в Солнечногорской ЦРБ. Несколькими днями раньше в учреждении появился новый маммографический аппарат. Маммограф за 12 миллионов рублей медики получили благодаря областной программе модернизации здравоохранения. Деньги на покупку маммографа были выделены из федерального бюджета. Маммографический аппарат – это рентгеновский аппарат для съемки молочных желез. Снимаются не только женщины, но и мужчины по необходимости. В первую очередь это для исключения рака молочных желез. В Солнечногорском районе это не единственный аппарат, но в новом маммографе использованы все новейшие технологии. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В Новый год без налоговых долгов. Акция под таким названием проходит сейчас в Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области. Несмотря на то, что срок уплаты налогов физических лиц за 2013 год уже прошел, не за некоторыми солнечногорцами по-прежнему числятся долги. Большинство солнечногорских налогоплательщиков, физических лиц добросовестно отнеслись к своей конституционной обязанности и уже выплатили транспортные, земельные и имущественные налоги. Благодаря этому в бюджет района поступило более 270 миллионов рублей. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем же, кто не успел вовремя оплатить все налоги, соответствующие органы выслали требования об оплате. На сегодня сформировано более 14 тысяч таких требований на сумму 179 миллионов рублей. Налогоплательщикам налогов следует помнить, что при нарушении сроков уплаты налога за каждый день просрочки платежа начисляются пени в размере 1,03 ставки рефинансирования, установленные Центральным банком Российской Федерации. Если налогоплательщик не уложится в срок, указанный в требовании инспекция может обратиться в суд с заявлением о взыскании налоговой задолженности, в том числе и за счет имущества должника. Если после этого налог не будет оплачен, а сумма долга превысит 10 тысяч рублей, судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Чтобы помочь людям сориентироваться в ситуации, налоговые инспекторы организуют работу выездных мобильных офисов. Мобильные офисы могут проверить информацию о наличии долгов либо отсутствии задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия, проконсультироваться по вопросам налогообложения имущества физических лиц и уплаты налогов. Мобильный офис налоговой инспекции будет работать 21 декабря в помещении подразделения ГИБДД. Получить более подробную информацию о работе мобильных офисов можно по телефону 64 37 64 и 62 65 25. Инспекторы налоговой службы поздравляют жителей Солнечногорского района с Новым годом и напоминают, что согласно примете, в Новый год лучше входить без долгов. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 12 декабря Солнечногория будет отмечать одну из самых значимых своих дат – годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По этому поводу сегодня в городской центральной библиотеке состоялся выездной классный час на тему улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Для участников этого классного часа провели воображаемую экскурсию по Солнечногорску и рассказали о героях, с именами которых связаны названия улиц Безверхова, Баранова, Тамойкина и других. Внутри погибнет враг. Во время схватки в результате прямого попадания Тамойкин был подбит. Летчик мог нарушить данное обещание и мог посадить самолет, но это было не в его характере. Совесть и честь дали свой внутренний приказ послушаться, которого он не мог. Тамойкин пикировал на колонну вражеских танков. Вместе с ним героическую смерть принял его стрелок-радист Петр Соборов. Это было 8 июля 1943 года. Цели мероприятия вполне конкретны. Молодое поколение должно знать имена героев, воевавших за Солнечногорск. Это информационный материал, чтобы довести до детей. Они не все знают, очень многие не знают, где расположены обелиски, памятники, как были раньше названы улицы. Да и взрослые это не все знают. Этим второклассникам в силу возраста, возможно, трудно в полной мере осознать всю полученную сегодня информацию. Но соприкосновение с историей родного края, несомненно, полезно для них. Я узнала про красную улицу. А что ты узнала про улицу? Это там защищали ее крышку. Просто здесь было много героев в нашем городе, и они все погибали. Классный час оказался полезным и для педагога, сопровождающего учащихся, освежил воспоминания школьных лет. На мойкины в нашем классе учился мальчик. На мойкины жива, да? Да, на мойкин жива, и как было говорили, правда или не правда, но якобы это прадедушка. В планах сотрудников Центральной городской библиотеки продолжать подобные классные часы для школьников. Юлия Белова, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 6 декабря в ДК «Выстрел» прошла акция «Творческий десант. Будущее за нами». Мероприятие состоялось в рамках проекта Министерства культуры Московской области «Будущее за нами», целью которого является пропаганда здорового образа жизни, развитие творчества и активности детей и молодежи. Диджей колдуют над дисками, брейкеры отплясывают под ретмичное техно. Здесь же мастерицы в народных костюмах привычно занимаются своим ремеслом. А рядом расположились длинноногие барабанщицы. Что же все-таки происходит в ДК «Выстрел»? Мы спросили у председателя районного комитета по культуре. «У нас сегодня проходит третье мероприятие областного проекта, который называется «Творческий десант в будущее». Поэтому сегодня здесь, на территории Солнечногорского района, собрались представители пяти районов Северо-Запада, такие как Долгопрудный, Клин, Талдам, Латышино. И сегодня проходит вот это мероприятие. Приехали коллективы из этих районов, молодежные коллективы. Они привезли с собой какие-то мастер-классы. Секретами мастерства любезно делились искусницы из Талдамского колледжа декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Мы показываем, как мы делаем в колледже декоративно-прикладных искусств Талдама лаковую миниатюру. Это один из старинных промыслов фидоскинских. Там он зародился в тех краях. Мы можем показать, рассказать, как это поэтапно делается. Я учу ткачество. От самого простого до более сложного. Это вот у нас пока сложные, бранные ткачества. После мастер-классов начался концерт. Его открыл флэш-моб в исполнении солнечногорских творческих коллективов и парад участников, которые украсили своим искусством талдамские барабанщицы. На сцене сменялись ритмы и стили. Барабурные марши и акрополический рок-н-ролл, этнические и эстрадные мелодии. А флаги сегодня явно были главным орудием творческого десанта. В акции приняли участие коллективы Солнечногорска, танцевальные студии учебно-творческого центра «Светоч» и образцовый хореографический ансамбль «Солнышко. Декалепси». Очень приятно участвовать с другими коллективами. Очень приятно узнать, кто... Ну, в общем, даже иногда, как соревнования, кто лучше. Позитив складывается. Сразу хочется прям лучше всех танцевать. В завершении концерта прозвучала песня в исполнении Солнечногорского образцового ансамбля современной детской песни «Веселые нотки». Все участники были награждены дипломами Министерства культуры Московской области. Но акция на этом не заканчивается. Творческий десант еще высадится в Люберцах, Щелково и Шатуре 10, 12 и 13 декабря. Юлия Речет, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это на сегодня все. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.troynoewsoundv.ru Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по вторникам, средам и пятницам в 19.30 с повтором в среду и четверг в 14.00 и в субботу в 9.30. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и в понедельник в 14.00. В эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова